Здравствуйте дорогая Инесса! Инесса это маг и волшебник как я уже сказал у нас технические неполадки поэтому мы еще раз это повторяю я начал нашей программы в начале нашей программы это Инесса как я уже сказал маг и волшебник ну условно конечно говоря но на самом деле это парапсихолог это человек достаточно известный в беларуси не только беларуси город минск это доктор народной медицины нетрадиционно будем так говорить медицины ну и вот она знает то чего обычные люди как бы и не знают много раз я с ней лично разговаривал по разным вопросам и по поводу биржи кстати ну часто она оказывалась вот по ту сторону которую надо поскольку все таки ну знает все знает все господь бог как говорится ну а мы люди мы люди мы знаем много но не все и сегодня наша программа посвящена зеркалам интересная вот такая вот тема необычная тема мы все в нашей повседневной жизни встречаемся зеркалами но тут есть что-то такое мистическое инесса еще раз здравствуйте рад вас слышать и видеть в нашем интернет-портале радио центр сангет здравствуйте михаил здравствуйте дорогие радиослужители да скажите пожалуйста вот такой вопрос к вам все зеркала они к магии имеют отношение лет обычная вот такая отражающая поверхность состоящая но замальгамы ну и так далее что такое зеркала зеркала вообще считается вообще окнами в иную мир потусторонний мир и очень сильно она используется тоже зеркала используется в магии поэтому все маги знающие как говорится о зеркалах и используют работают с ними но каким образом вы говорите это можно сказать выход в иной мир то есть можно туда заглянуть можно там побывать как это вообще работает вообще зеркала имеет свойство сохранять информацию то есть очень очень много вообще поверье очень много люди из старого поколения до молодежь она немножечко как бы этого мало знает зеркала зеркала имеют свойство сохранять информацию то есть как сильно так и отрицательно то есть очень много ситуации которые мы приведем пример примеру в доме имеются зеркала если пополучше все хорошо то есть человек приходит зеркалу смотрится он с радостью с улыбкой то это зеркало она будет идти и нести положительную информацию но тоже не очень много надо находиться перед зеркалом то есть ну хотя бы где-то три максимальные три минутку потому что она потом как бы имеет дает другое дает им другую информацию и вообще очень много это я так понимаю большей части относятся к женщинам правильно и не только к женщинам хотя не только к женщинам конечно да так что надо по часам смотреть вот сколько времени там человек наводит женщина наводит макияж краситься и так далее да или мужчина бреется перед зеркалом ну бреется это знаете как считается как человек должен за собой ухаживать то есть даже женщина которая косметику как бы использует но естественно она проведет больше немножечко времени нет я имею ввиду вот есть ситуация то есть как бы нежелательно конечно если в доме доме какие-то идут скандалы если дома какая-то идет война и если очень сейчас очень модно как бы делать натяжные потолки зеркальные как коридоры да ну то есть все в зеркалах то есть это не очень хорошо то есть если семьи плата если нет вот именно то есть как бы покоя то эти зеркала будут нести очень хорошую информацию то есть и потом то есть они в дальнейшем они имеют свойство запоминать имеют свойство то есть как бы информацию эту держать и ну как бы результаты вот не очень очень хорошие но они всегда хранят вот именно обо всем информацию чтобы не отражалось если если там информация положительная значит ну то есть человек с хорошими как бы такими улыбкой там как бы приходит иногда то есть есть некоторые каждое каждое утро там ну то есть о своей семье пожелания то есть держишь дистанцию рукой ну то есть проводишь и результате ну то есть задаешь информацию чтобы в семью миновала как бы беда то есть таким образом и здесь как бы естественно имея плохую информацию человек вот именно ну страда будет потом страдать то есть как бы в этом доме всегда будут несчастья и старые зеркала еще тоже очень большую роль играют то есть нельзя вообще ну знать информацию человек должен если приобрел он от кого-то зеркало то есть что вообще от какой семьи или от какого ну то есть как бы происхождение вот этого зеркала откуда оно прошло потому что оно имеет свойство ну как я говорила и хранить тайны хранить вот именно информацию и возможно такое что она может быть нести разрушающую информацию очень как бы даже если вот в дом если пришел человек там зло или сидя ну то есть как бы отсидевши то в этот дом эта информация пришла тоже плохая если человек посмотрел вот именно зеркало то есть это говорит о том что все равно дальнейшем в этой семье могут быть неприятности и как бы беды еще я перебью еще немножечко извините михаил очень большую роль играет как бы нежелательно конечно подолгу стоять вообще беременным это я касаюсь вот именно для женщин потому что вот именно она может быть в зеркале и негативная информация то есть могут быть потом проблемы с беременностью или ну то есть как бы или выкидыш или еще что-то или то же самое когда девушка там не рожавший если ну то есть как бы в то зеркало посмотревши нехорошее результат будет не очень хорошим инесса скажите вот я знаю или слышал о том что когда человек умирает есть такое поверье что ли или есть такой ритуал когда берут и зеркала закрывают с чем это связано то есть здесь получается чтобы идет вообще разное да некоторые считает что ну как бы чтобы сама душа да ну то есть она как бы не закоренилась то есть в зеркале ну то есть считается вышла на 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 волю и она как бы может творить что неизвестно что ну то есть как бы или потом то есть она может еще кого-то забирать то есть таким образом и то есть нас но это испокон веков такое а ну то есть еще вот она получается знаете как что ну для как и для покойной для душа как получается да сквозь открытое окошко до душа покойного ну может застрянуть еще кого нибудь то есть туда в иной мир то есть и то есть как это понимать извините как это понимать затянуть в другой мир то есть я стою перед зеркалом и меня туда затягивает нет то есть покойники я не виду поэтому закрывается чтобы просто не было контакта с зеркалом имеется ввиду что тот человек покойник который уже естественно ушел зеркало хранит о нем память и мы смотрим это зеркало мы естественно не видим да но тем не менее тонкая вот его сущность остается в этом зеркале и она может нас как бы или нет или это его действительно затянут вот просто поясните этот момент нет то есть она дает информацию вот этот человек который ну то есть как бы умер да он ну даже еще жажда жизни то есть как бы умершего да может привести к тому что ну человек как бы в качестве вот именно ну то есть того света считать вот что как бы остается там то есть и станет как непрекаянным в этом зеркале то есть так вот то еще такое тоже говорят хорошо но действительно есть такое поверье и книг много и фильмов много когда человек ну в этом зеркале может действительно видеть каких-то существ это как вот именно почему в зеркалах почему это нельзя видеть ну не знаю в окнах или там где-то еще там в другом месте почему именно зеркала в воде допустим вода тоже хранит информацию то что имеющие как бы ну как вам сказать сейчас скажу любая отражающая поверхность да ну то есть как бы это неважно зеркала там стекла там ну то есть как бы машина как бы отполированная они имеют ну то есть как бы имеется как отражение такое как двойник и за счет вот этого то есть как идет двойная такая игра вы знаете я смотрел передачу ну которую вы знакомы она называется битва экстрасенсов и в одной из передач была программа где как раз стояло зеркало и перед зеркалом появился ну известный человек и он там в данном случае это был танцор и он там изображал танец и он там танцевал перед зеркалом после этого он находил зеркало закрывали темной материи потом входил экстрасенс открывали это зеркало и предлагали экстрасенсу вот определить что в этом зеркале он видит и на самом деле действительно он видел ну были достаточно точные ответы но я знаю вы не по наслышке знакомые с это так сказать ну не знаю говорят это игра говорят это так скажем шоу но это это правда такое возможно такое возможно да в магии люди используют вот именно чистое зеркало в основном еще ну то есть как бы есть черное зеркало то есть ну может быть похоже про это будем договаривать да то есть конкретно определенное ставится зеркало так ну то есть заживается естественная свечка ну то есть обычно зеркала они используют для того чтобы для связи с духами то есть ну применяется вызывается то есть как бы духов или из предустороннего мира или то есть как бы открытие астральных порталов получается то есть для того чтобы вызвать да а вы умеете ну я это не использую почему потому что ну ну как бы это все со старушкой надо делать понятно опасная штука да ясненько а скажите любые зеркала в комнате у нас в квартирах есть зеркала в домах есть много зеркал ну есть какая-то особенность одного зеркала по сравнению с другим зеркалом скажем ну есть опять же поверье разбитое зеркало нельзя держать в доме а почему почему потому что разбитое зеркало оно дает информацию ну то есть и у людей могут быть просто как-нибудь несчастье то есть очень много очень много таких вот как бы поверье всяких да ну есть даже такое что нельзя в спальне комнате вот именно зеркало хранить да то есть напротив кровати нельзя использовать зеркало вот именно у изголовья потому что сейчас часто такое бывает что делают кровати вот именно ну чтобы в голове зеркал то есть удобно вроде бы там раз посмотрелся и встал то есть это зеркало будет использоваться ну как бы информацию нести как энергического вампира то есть оно будет поглощать свою положительную энергию в результате то есть как бы оно будет поглощать вот это все но мы же когда спим мы когда спим получается мы освобождаемся от всех негативных эмоций ну то есть от усталостей всяких да а тут получается но как бы это зеркало оно забирает у нас это все очень много тоже всяких как бы таки поверье что нельзя вешать вообще зеркало возле входной двери напротив напротив да напротив то есть это означает что в доме не будет скажем какого-то благосостояния благосостояния да ну и оно как обычно ну то есть как бы считают что ну чтобы не были нехорошие там люди или воры чтобы не могли залезть как бы в жилье ну то есть какого как бы а есть такое есть такое чтобы предохранить жилье или человека предохранить с помощью зеркала зеркала предохранить возможно вот идет человек обвешенный там зеркалами возможно на него посмотрите обычно тоже на энерго уровне тоже есть такие защиты как вот именно ну как бы представление идет о том что закрываешься вот именно как зеркальная защита то есть точно так же вешается зеркало ну то есть лицом там ну то есть как бы человеку который как бы хочет ну то есть как бы как неприятности как что-то делать плохого а вот мне сейчас пришла в голову а мне сейчас пришла в голову мысль ну мне кажется это было бы логично из того что вы рассказываете допустим человек с кем-то беседует и он чувствует что тот с кем он беседует ну какой-то такой энергетический будем говорить условно вампир то есть ему не очень приятно с ним беседовать и он чувствует что его как бы вот пытается куда-то затянуть что ли если можно так выразить можно ли мысленно представить себе зеркало направленное от той отражающей поверхностью от себя то есть напротив этого человека то есть мы берем и ставим вот такую вот как бы мысль на такую преграду что ли да делается делается как вот именно как домиком закрывается полностью человек зеркалами внутренняя сторона получается на самого человека который ну защищается а наружно она получается вот именно на того человека который то есть ну эта защита она очень хорошо действует как бы чувствуете в любой компании что вы будете ну то есть сглажены или там кто-то неприятный какой-то человек вам встретиться вот эту защиту очень хорошо поставить то есть вы полностью ограживаете себя вот коробочку ставите что вы в этой коробочке и это все в зеркалах да это идут как защита хорошо спасибо а вот такой вопрос еще зеркала они могут иметь какую-то особенную форму ну по фэн-шуй мы знаем такую науку наверное они должны быть какой-то такой овальной формы не прямоугольной имеет ли значение форма зеркала которое находится у вас дома ну конечно желательно чтобы она была овальной формы и нежелательно чтобы зеркало вообще всегда и старинку зеркала всегда оторговались или получается металом каким-то или там украшались камнями но чтобы не было много древних ну то есть в раму вставлял да ну используются иногда прямоугольные но желательно именно овальные именно овальные скажите еще такой вопрос ну у нас в истории я помню читал книги и были мастера они и сейчас наверняка есть но как то все время упоминается вот были венецианские мастера которые производили ну действительно как бы произведение искусства это вот было у них и зеркала в том числе знаете какой был секрет вот этих венецианских мастеров в чем он заключался не знаете ну давайте давайте я вам расскажу дело в том что вот венецианские мастера которые производили вот эти зеркала они туда добавляли золото элементы золото и тогда ну туда в состав понятно там и амальгама была ну вот и было золото и тогда были люди которые себя видели это давало им очень такой теплый скажем окрас то есть все краски были не такие вот как у нас черно-белые там буквально резкие а были вот именно так такого вот плана и это и был один из секретов вот венецианских мастеров но сегодня наверное так уже не делается во первых это дорого я полагаю так и зеркала будет стоить очень дорого но скажите с тобой рекомендует окантовка медная а имеет значение окантовка вот эта рамка имеет значение из какого материала она сделана ну желательно вот вообще вот как вы сказали про иницианских мастеров да вот они тоже вот эту и акантовку тоже использовали то есть именно чтобы момент как то есть сейчас еще встречаются такие зеркала ну то есть они действительно очень дорогие то есть не все могут позволить себе это купить а скажите с собой носить ну обычно женщины в сумочке носят понятно зеркальца чтобы там накраситься да это понятно это нормально это ничего опасного в этом нету с собой носить зеркало нет зеркальца носить очень хорошо чтобы это было закрыто само по себе и еще желательно чтобы зеркало ну если используется в сумочке оно чтобы это зеркало не смотрелся кто-то другой почему потому что человек если ну будет носить несчастливую свою судьбу то есть будут у человека неприятности то естественно это зеркальце оно запомнит эту информацию и это потом может отразиться на потерянии этого если вдруг мало ли что там зеркало как разбилось или еще что-то то есть как бы тоже зеркало имеет свойство обиды то есть оно потом припомнит а то что то есть это случилось поэтому ну то есть надо осторожно ну как-то и даже у него как-то можно сказать чтобы просить прощения ну то есть как бы извиниться что это получилось и желательно вообще все вот эти осколочки собрать и в черную ткань, черную бумагу не важно и закупать ну то есть чтобы она не изолировать плохую информацию скажите я полагаю так не рекомендуется покупать зеркала ну где-то допустим на аукционе потому что нет это не желательно потому что это какое-то очень большое серьезное произведение искусства и продают его дешево люди хотят ну вот какой-то там дрессер допустим который в зеркало естественно на дрессере находится то есть вы не рекомендуете это это не надо если приобрел такое зеркало можно снять эту информацию можно снять эту информацию но это должен быть конкретно снимать то есть мат волшебный да сам человек это не снимет потому что на самом деле немножко сложный такой ритуал и любое это зеркало чем оно как говорится сколько им там сто лет десять лет не важно если естественно он дешево продает человек который продает значит это зеркало несет какую-то нехорошую информацию и вообще зеркала должны принадлежать вот именно ну одному человеку то есть или потом их просто изолировать их ну или разбивать или вообще убирать да но нельзя передавать его кому-то другому потому что ну у каждого человека своя судьба и еще вносится с этим зеркалом лепто другой судьбы ну естественно оно не несет нехорошую информацию ну вы знаете не всегда человек продает сам зеркало выносит его на базар и продает бывает умирает кто-то и родственники продают все вот все что принадлежит этому человеку у нас в америке это называется estate sale то есть ну вот все то что не знаю или семья уехала куда-то там они все это оставляют и просто продается вся мебель гарнитур всякие и в том числе и зеркала но тем не менее вы все равно даже если покупать надо покупать надо произвести какой-то обряд очистки правильно да очистительные и михаилов я хочу вам сказать еще обязательно да если человек купил приобрел квартиру да желательно эти зеркала вообще убрать да почему потому особенно если не да Господь вот именно умер там человек и видя вот эту запечатлевшую потому что сейчас любители сделать шкафы то есть как бы купе шкафы то есть сверху до низа и если вдруг вдруг вот эта информация попала ну в зеркало так значит ну не миновать этому дому вот именно то есть то есть получается то есть получается если уже приобрели жилье значит полностью эти зеркала все убираются ставится новое чистое с новой информацией понятно вот это как раз был мой вопрос я вам хотел его задать если человек семья купила себе дом что часто бывает покупила дом где жили люди ну не все могут купить себе новый дом это дом там уже жили люди они выехали естественно забрали всю свою обстановку но в ваннах обычно висят такие зеркала сегодня это так на всю стену висят зеркала и вы говорите о том что в принципе вот это все надо заменить рекомендуете это обязательно или хотя бы если уже не заменяют ну хотя бы узнать как в общем ну то есть если позитив если положительная все хорошо счастливая семья ну снявши информацию то есть как бы или ритуал провести там свечкой или ритуал провести святой водой или сорняка водой проточной то есть как бы стереть информацию вот именно то есть как бы Или взять просто зеркало, опустить именно эту ванну и под большим напором смыть водой? Ну, если это зеркало можно снять, если она такая компактная, тогда, конечно, так можно сделать. Но если зеркало висит на всю стену, на стене, тогда это сделать сложно. Ну, мы теперь уже, дорогие друзья, дорогие друзья, это те, кто слушает нашу программу сегодня, и те, кто слушает все наши программы, это sungatesradio.com, могут нам позвонить на территории Соединенных Штатов Канады по телефону 847-226-9956, 847-226-9956 на sungatesradio.com, тройное W, там есть, в общем-то, тоже наши координаты, контакты, там тоже можно задать вопрос, скажем, Инессе или ведущим программы, вот. Можно также задать вопрос через e-mail, это info, первые четыре буквы, слова, информация, info, дальше идет ad или собака, the, это артикль, t-h-e, sungates, буква s на конце, sungates, солнечные ворота, sungates.com. И теперь у меня, мы возвращаемся к разговору с Инессой Алиевой, Инесса, ну, я полагаю так, что раз вы все это рассказываете, вы, соответственным образом, и умеете это, вот, скажем так, очищать. То есть мы знаем, кому обращаться, если такие вопросы могут возникнуть. То есть эти зеркалами ритуалы я делаю, использую, то есть как бы, именно ритуалы, да, то есть снять эти моменты сдачи, проклятия, порчи, это я как бы делаю, да. Ну, это для проклятия, порчи, это понятно, но это все связано и с зеркалами тоже? Да, 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 так я что-то именно не веду, именно с зеркалами. Ну, это выясняется ведь потом, сразу это не выясняется, человек какое-то время там живет, в этом доме или с этим зеркалом, не знаю, и после этого там что-то с ним происходит, не то, чего не было раньше, тогда можно задуматься над этим, и вот как раз это то, что связано с этим проклятием порчи, да. А скажите, в вашей практике много ли было случаев, когда вы это применяли, когда люди к вам обращались, и это было связано с зеркалами? У меня было два таких случая, один случай был довольно-таки недавно, года два назад, а один лет десять назад в Сочи. Можете рассказать? Да, значит, получается, где-то года два назад женщина пришла ко мне, и она говорит, что вот, ну, как только я говорю, посмотрюсь вот именно в зеркало, да, и у меня, я чувствую себя вот вообще, как будто у меня отняли кучу энергии. Простите, я вас перебью. Она вам говорила о каком-то специфическом зеркале или просто вообще? Она приобрела квартиру, приобрела квартиру, ну, где-то год, например, два приобрела квартиру. И она, ну, приобрела, вот как вы говорите, с зеркалами, вот кто покупает жилье, она ничего не меняла, въехала в нормальную, хорошую, с евролихонтом квартиру. Да, и у нее, получается, до этого там жила женщина-вдова, да. И когда она приобрела эту квартиру, она говорит, вот я сначала не обращала внимания, прожила там год-два в этой квартире, потом чувствую, что я как только посмотрю в это зеркало, у меня уходит энергия, я не могу понять. Я, говорит, на работу прихожу, вообще разбитая, ну, у меня нет сил. Потом я почему-то, я не знаю почему, говорит, додумалась его как бы убрать. И у меня действительно, она его не выбросила ничего, у меня действительно вообще совсем не по-другому стало себя чувствовать. Говорит, как посмотрю, да, я в нем как старуха, как, ну, и сразу же уходит энергия. Ну, и все, она потом пришла, я с ней как бы говорила, все, я говорю, хорошо, давайте я к вам подъеду. Ну, то есть вы подумайте, что вам лучше, или вам снять информацию с этого зеркала, или его просто как бы вообще нейтрализовать, убрать это зеркало. Нет, она говорит, вы просто посмотрите меня, что вообще со мной происходило, и что вот откуда, то есть от этого зеркала какая там есть информация. Мы с ней как бы посмотрели, и действительно в этом зеркале, то есть как бы человек постоянно смотрел нища. То есть как бы у нее было три брака, три брака, и она как бы вдова, с тремя браками она вдова. Да, ну, мы сняли как бы эту информацию, все с этой женщиной, и плюс это зеркало, то есть мы его вообще захоронили. И где-то лет 10 назад еще тоже приходила женщина, что как бы приобрела тоже дом, но это уже в деревне было. И у нее постоянно вот именно где в районе зеркало, у нее издавался какой-то звук. Она звук, да, как вот, ну, как вой какой-то непонятный. И в результате, на самом деле, там, ну, то есть как бы в этом доме умерла женщина, и она прямо перед зеркалом умерла. Ну, то есть она как оставила свою эту информацию. Ну, и все, это зеркало, мы, вообще мы это зеркало разбили, и его захоронили возле церкви. Понятно, интересно. Ну, хорошо. Дорогие друзья, я напоминаю, у нас в эфире экстрасенс, психолог, доктор народной медицины, парапсихолог Инесса Алиева. И мы, наша тема сегодняшняя программа, это зеркала, что они несут, и опасны ли они в какой-то степени. Ну, вот в определенные моменты жизни, в определенное время дня они могут быть опасны. Скажите, ну, все-таки в спальнях обычно стоят дрессеры, и там обычно, ну, как правило, женщины, они, соответственно, образом смотрятся и там, скажем, там, наводят макияж. Ну, то, что они не должны находиться напротив кровати, это понятно, это мы уже разобрали. Но, тем не менее, бывают маленькие комнаты, бывает трудно переставить тот самый дрессер с этим зеркалом. Может быть, его на ночь закрывать тогда? Или это ничего не меняет? Оно ничего не меняет. Его лучше вообще тогда поставить так, чтобы оно не смотрело на кровать. Развернуть его в другую сторону. Ну, в частности, вот у меня в спальне есть такой дрессер и есть, но я это как бы слышал, да. Я его действительно развернул. Но еще лучше было бы убрать его, правильно? Убрать. И еще, возможно, такое, что указательным пальцем, это тоже есть вот именно как практика, совет, как бумага, да, указательным пальцем нарисовать крест и закрыть этот крест. Нарисовать крест, воображаемый крест в круге? В круге, да, 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 да. Воображаемый или прямо вот на зеркале? Прямо на зеркале. Прямо на зеркале. Прямо на зеркале, да. Вот взять такой маркер. Есть воображаемый, но это воображаемое делается, когда люди по незнанию делают вот именно зеркальные коридоры. Да, то есть сейчас очень модно это. Как бы делают и не понимают, что это как бы несет, это чревато. Вот там вот именно как визуально. А здесь вот именно нарисовать. Нарисовать, вот взять пальцем, нарисовать указательным пальцем. Или взять, ну можно, или черной краской. Черной краской, прямо на зеркале. На зеркале, внизу. Интересно. Хорошо, спасибо. Интересная рекомендация. Ну, хорошо. Что еще вы можете рассказать про зеркало? Есть ли у вас какая-то интересная информация, которую могли бы воспользоваться наши радиослушатели, явно в том числе? Насчет зеркал очень много информации. То есть нельзя вообще детей, вот именно до годика, показывать именно зеркала. То есть я думаю, что вы тоже это слышали. Да. До годика. Значит, по зеркалам, если приобретаете вот именно зеркало новое, значит, это зеркало желательно вот именно не покупать, чтобы оно стояло на витрине. Да, желательно его брать вот именно как закрытым. Само по себе. Ну, то есть как в упаковке. Тогда она не несет ту информацию, потому что очень много было людей, которые как бы проходили мимо этого всего, с разной как бы энергетикой, информацией. Да, здесь много тонкостей. Хорошо. Инесса, большое вам спасибо. У нас нет уже возможности побеседовать. Вы в самом начале нашей программы упомянули о таком понятии, или не знаю, это как черное зеркало. Ну, давайте мы тогда продолжим эту тему в следующий раз. И мы поговорим немножко больше тогда. Есть черное, а есть какое по цвету? Нет, есть только черное зеркало. Но черное зеркало, оно то же самое выполняет функцию кристального шара. Ну, то есть как бы... Давайте тогда мы поговорим немножко в следующей программе мы поговорим об этом черном зеркале, а потом мы поговорим о портретах. Портреты тоже очень интересная вещь. Портреты людей известных, портреты натюрмортеры, портреты могут быть... Ну, это не портрет, конечно, но портреты, скажем, там наших бабушек, дедушек, мам, пап, которых уже нету. Ну, вот мы об этом поговорим в следующей программе. Но сейчас время нашей программы подошло к концу. Большое спасибо, Инесса, вам за ваше время. У вас уже по времени нет, у вас еще не так поздно. Но, тем не менее, тем не менее, вам уже надо... Да, у вас много клиентов. Сейчас те люди, которые слушают программу, они начнут вам звонить и спрашивать, что делать мне, что делать мне. Поэтому мы вас отпускаем сегодня. Еще раз большое спасибо. До новых встреч. До новых встреч. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok